Несмотря на то, что Центр профессиональной подготовки обучает в основном молодых сотрудников полиции, в начале октября учреждение отмечает совсем не молодежную дату – 66 лет со дня образования. Первый набор курсантов состоялся в октябре 1957 года. Он насчитывал всего 150 человек. Сейчас же в Центре обучается 500 курсантов и работают 200 сотрудников. Сегодня я хотел бы пожелать для всех присутствующих не останавливаться над достигнутым командно-преподавательскому составу совершенствовать свои знания, совершенствовать тягу к знаниям слушателей Центра. Благодарю вас, уважаемые сотрудники, благодарю вас, уважаемые ветераны, в отрасли у нас есть возможность спокойно жить и трудиться. В этот памятный день служащие и губернаторам, в безопасности, безопасности, безопасности и безопасности. В этот памятный день служащие и гости возложили цветы к огню у мемориала памяти павшим сотрудникам отдела внутренних дел. Гордостью учебного учреждения и образцом для подражания являются его сотрудники. Надежда Копытина добросовестно несет службу в этой школе 45 лет. Ей посчастливилось работать вместе с Героем России, майором милиции Валерием Тиньковым, чье имя сейчас носит Центр профессиональной подготовки. 1 августа 1994 года он был назначен начальником учебного центра, на тот момент назывался учебный центр. И он как руководитель, как достойный офицер, вообще как замечательный человек, он начал бурную деятельность по реорганизации деятельности Центра профессиональной подготовки. Учебная деятельность является главной задачей для Центра профессиональной подготовки, но тем не менее на базе школы регулярно проводятся различные учебные сборы, конференции и творческие занятия. Советский и российский актер театра и кино Вадим Андреев – частый гость этого учреждения. Был такой замечательный фильм многосерийный, следствия ведутся на такие, и я прям хотел быть следователем, но как-то так не сложилось. Танки, выстрелы и взрывы – такая картина развернулась на территорию учебного центра. Сотрудники воссоздали историческую реконструкцию Великой Отечественной войны. Таким образом курсантам прививают патриотизм и чувство гордости за свою страну. Школа неоднократно переименовывалась, подвергалась реорганизации, но неизменным оставалось ее назначение – первоначальная подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел. Обучают здесь правовым дисциплинам, связанным с работой. Также нас обучают жестовому языку общения с людьми, которые временно, либо они не слышащие, либо слабослышащие. Также нас обучают безопасному обращению с оружием, технике стрельбы. Центр на сегодняшний день обладает всем необходимым для качественной подготовки личного состава к умелому выполнению служебных обязанностей. И благодаря центру наша страна находится в надежных руках.